В последние годы западные СМИ уделяют много внимания России, часто рисуя ее в мрачных тонах. Британские издания особенно выделяются в этом плане, утверждая, что наш народ живет дико без нормальных культурных ценностей и какой-либо свободы слова, а также мы якобы не способны к мирной жизни. Более того, среди британцев распространилось мнение, что русский народ настолько непредсказуем и грозен, что это вызывает у них настоящий страх и трепет. Однако, когда британцы приезжают в Россию и сталкиваются с нашей гостеприимностью, культурой и уровнем жизни, они начинают понимать, насколько далеки от истины были их представления. Сегодня я хочу рассказать вам историю, которая ярко демонстрирует, как один британец изменил свое мнение о России после... Меня зовут Джеймс Винтерс, и я родился в Лондоне в семье среднестатистических англичан. Мое детство прошло в уютном районе на окраине города, где каждый уголок был мне знаком и казался безопасным. Однако, с самого раннего возраста в мою жизнь вошел один постоянный источник страха и тревоги – рассказы о русских. Моя бабушка, которую мы с братом ласково называли Нэнси, была женщиной старой закалки. Она выросла в послевоенные годы, когда холодная война была на пике, и это наложило отпечаток на ее мировоззрение. Каждый вечер, когда я оставался у нее на ночлег, она рассказывала мне истории перед сном. В этих историях всегда присутствовали русские, жестокие, безжалостные люди, которые не знали пощады. Бабушка описывала их как врагов, которые могут прийти и разрушить наш мир в любой момент. Я помню одну особенно мрачную историю. Она рассказывала о семье, которая жила в маленьком доме на окраине Лондона, подобно нашему. Однажды ночью к ним пришли русские солдаты и разрушили все, что они любили. Эта история, возможно, была выдуманной, но для меня, ребенка, она звучала как страшная правда. Каждый скрип половиц, каждый шорох за окном в такие ночи заставлял меня содрогаться от ужаса. Со временем, по мере моего взросления, этот страх только усиливался. В школе мы изучали историю, и холодная война была одной из основных тем. Учителя рассказывали о противостоянии двух сверхдержав, США и СССР, и о том, как близки мы были к ядерной катастрофе. Эти уроки подпитывали мой страх перед русскими, делая его еще более реальным. СМИ также играли свою роль. В новостях часто показывали сюжеты о политических конфликтах, военных учениях и инцидентах с участием России. Каждый раз, когда я видел репортаж о России, меня охватывала паника. Заголовки газет, кадры из новостей – все это рисовало образ русского народа как враждебного и опасного. Эти страхи повлияли на все аспекты моей жизни. Я старался избегать общения с русскими. В университете, когда я узнал, что у нас учатся несколько студентов из России, я почувствовал себя не в своей тарелке. Я избегал общих мероприятий и старался не сталкиваться с ними лицом к лицу. Мой страх был иррационален, но он был настолько глубок, что я не мог его преодолеть. Однажды, когда я уже работал в крупной компании в центре Лондона, меня пригласили на корпоративное мероприятие. Я согласился, надеясь, что это будет просто приятный вечер с коллегами. Но все изменилось, когда я увидел его. Он стоял в углу комнаты, высокий и статный, с коротко стриженными волосами и холодным взглядом. Мой коллега сообщил мне, что это наш новый партнер из России. В ту же секунду я почувствовал, как внутри меня все жалось. Я начал дышать часто и поверхностно, стараясь не выдать своего волнения. В голове крутились все те страшные истории, которые я слышал в детстве. Я чувствовал, как дрожат мои руки и капли пота выступают на лбу. Мне стало трудно дышать, и я понял, что нахожусь на грани панической атаки. Я пытался отвлечься, сосредоточиться на других вещах, но мой взгляд постоянно возвращался к этому человеку. Я наблюдал за каждым его движением, боясь, что он может сделать что-то неожиданное. Каждое его слово, каждый жест казались мне угрозой. Когда он подошел ко мне и заговорил, я почувствовал, как земля уходит из-под ног. Его голос был глубоким и уверенным, с легким акцентом, который только усиливал мой страх. Я не мог ответить, мои слова застряли в горле. В тот момент я понял, что не могу больше оставаться в этом месте. Извиняясь перед коллегами, я поспешно покинул зал, оставив позади смех и разговоры. На улице я остановился, чтобы перевести дыхание. Мои руки все еще дрожали, и сердце колотилось, как сумасшедшее. Я оглянулся, ожидая увидеть его взгляд, следящий за мной, но никого не было. Тем не менее, страх не покидал меня. Я понял, что этот иррациональный ужас перед русскими стал частью меня, и избавиться от него будет непросто. Эта встреча с русским оставила глубокий след в моей душе. Я понимал, что мое восприятие людей из этой страны было сформировано страхами и предрассудками, но преодолеть их оказалось невероятно сложно. Каждая новая встреча с русскими напоминала мне о тех ужасах, которые мне рассказывали в детстве, и я не мог с этим справиться. Встречи с русскими стали для меня настоящим испытанием, и каждый раз, когда я сталкивался с ними, меня охватывал страх, я дрожал и не мог справиться с собой. Мой страх перед русскими стал моей тенью, преследующей меня на каждом шагу, и я не знал, как освободиться от этого гнета. Один из самых ярких и пугающих эпизодов в моей жизни произошел на улице в самом центре Лондона. Я спешил домой после длинного рабочего дня, пытаясь укрыться от моросящего дождя под своим старым черным зонтом. Улицы были заполнены людьми, все куда-то торопились, машины гудели в пробках, и я с трудом пробирался через эту толпу. Мой путь пролегал через небольшой сквер, который я всегда предпочитал проходить, чтобы сократить дорогу. Обычно это место было довольно спокойным, несмотря на близость к центру города. Я чувствовал себя здесь относительно безопасно, пока не заметил его. Высокий мужчина с крепким телосложением стоял у входа в сквер. Он выглядел потерянным, оглядываясь по сторонам, словно пытаясь сориентироваться. Его лицо было суровым, с четко отчерченными чертами и коротко стриженными волосами. В тот момент, когда наши взгляды пересеклись, я понял, что он русский. Его внешний вид сразу напомнил мне все те страшные истории, которые я слышал в детстве, и сердце забилось быстрее. Я попытался пройти мимо, ускоряя шаги и избегая зрительного контакта, но он вдруг направился ко мне. Моя первая мысль была о том, что он собирается что-то плохое сделать. Я вспомнил рассказы бабушки о жестоких русских, которые нападают на беззащитных людей. У меня внутри все жалось от страха, и я почувствовал, как холодный пот стекает по спине. Когда он приблизился, я заметил его одежду. Он был одет в темное пальто и джинсы, что делало его внешность еще более угрожающей. В его глазах было что-то холодное и непроницаемое, что только усиливало мое беспокойство. Я почувствовал, как ноги начинают дрожать, и сделал шаг назад, пытаясь сохранить дистанцию. «Извините», — произнес он с сильным акцентом, его голос был низким и хрипловатым. «Можете подсказать дорогу до ближайшего метро?» Но я не мог ответить. Слова застряли в горле, и я просто стоял, глядя на него с расширенными от страха глазами. Моя голова была полна ужасных мыслей, что если он не просто спрашивает дорогу. Что если это уловка, и он собирается меня ограбить или избить? Мои руки дрожали, и я едва мог держать зонт. Он снова повторил свой вопрос, на этот раз более настойчиво. Я попытался что-то сказать, но из моих уст вырвались лишь невнятные звуки. Мои мысли метались, и я не знал, что делать. Оглядываясь по сторонам, я искал возможные пути к отступлению, но мои ноги казались прикованными к месту. Мужчина посмотрел на меня с недоумением. «Вы меня слышите?» — спросил он, немного повышая голос. В его тоне было больше настойчивости, и это только усилило мой страх. Я не мог понять, почему он так настойчиво продолжает разговор. Возможно, это часть его плана, чтобы отвлечь меня и потом напасть. Я чувствовал, как паника охватывает меня все сильнее. В ушах зазвенело, дыхание стало частым и поверхностным. Казалось, что мир вокруг меня начинает сужаться, и все звуки смешиваются в гулкий шум. Я попытался сосредоточиться, но страх парализовал меня. Неожиданно мужчина сделал шаг ближе, и я инстинктивно отступил назад, спотыкаясь о бордюр. Я едва удержался на ногах, чувствуя, как сердце колотится где-то в горле. «Эй, ты в порядке?» — спросил он, теперь уже с нотками беспокойства в голосе. Но я не мог ответить, не мог даже смотреть на него. Все, что я мог сделать, — это стоять и дрожать, надеясь, что это все закончится. Мужчина, видимо, понял, что со мной что-то не так. Он поднял руки, словно показывая, что не собирается причинять вреда, и отступил на несколько шагов. «Извините, не хотел вас напугать», — сказал он. Его голос звучал более мягко и дружелюбно. Но для меня это было уже неважно. Я был слишком напуган, чтобы рационально воспринимать его слова. Когда он, наконец, ушел, я почувствовал, как силы покидают меня. Я прислонился к стене ближайшего здания, пытаясь успокоить дыхание и унять дрожь в руках. Сердце все еще колотилось, но я понял, что опасность миновала. Мужчина просто хотел узнать дорогу, а я, охваченный иррациональным страхом, не смог ему помочь. Этот случай оставил глубокий след в моей душе. Я понимал, что мои страхи иррациональны, что этот человек не собирался меня обижать, но справиться с собой я не мог. Встреча с русским на улице оказалась для меня настоящим испытанием, которое показало, насколько глубоко укоренился во мне страх перед этим народом. Каждый раз, когда я вспоминаю этот эпизод, меня охватывает стыд за свою беспомощность, но и одновременно горькое осознание, что страхи, посеянные в детстве, так просто не исчезают. Каждый день, прожитый в страхе и тревоге, подталкивал меня к мысли, что я должен сделать что-то радикальное, чтобы избавиться от своих фобий. Я больше не мог жить так, как жил раньше, постоянно оглядываясь по сторонам, избегая людей и чувствуя себя заложником своих страхов. Однажды вечером, сидя на диване в своей квартире, я осознал, что должен сделать решительный шаг, чтобы преодолеть свой страх перед русскими. И тогда мне пришла в голову мысль о поездке в Россию, в Санкт-Петербург. Идея сначала показалась мне безумной. Я никогда раньше не бывал в России и знал о стране только из страшных историй, рассказанных бабушкой и тревожных новостей. Но чем больше я об этом думал, тем более очевидным становилось, что именно это может стать моим шансом на избавление от страха. Я решил, что если смогу столкнуться со своими страхами лицом к лицу и пережить это, то, возможно, смогу их преодолеть. Я начал готовиться к этой поездке основательно. Первым делом я решил изучить как можно больше информации о Санкт-Петербурге. Я узнал, что это город с богатой историей, невероятной архитектурой и культурными достопримечательностями. Каждое новое открытие о городе вселяло в меня надежду, что путешествие будет не только пугающим, но и увлекательным. Я стал читать блоги и смотреть видео о путешествиях в Санкт-Петербург. Мне нужно было убедиться, что это место, куда можно поехать безопасно, и что люди там такие же, как и везде, добрые, отзывчивые и готовые помочь. Чем больше я углублялся в изучение, тем больше понимал, что мои страхи основаны на стереотипах и предрассудках, которые мне навязывали с детства. Собираясь в поездку, я составил мест, которые хотел бы посетить – Эрмитаж, Петропавловскую крепость, Исаакиевский собор и многие другие. Я также решил найти местного гида, который помог бы мне лучше понять культуру и историю города. Это был еще один способ подготовиться и чувствовать себя увереннее на месте. Однако, несмотря на всю подготовку, меня все еще охватывал страх перед самой мыслью о поездке в Россию. Я не мог избавиться от образа суровых и жестоких людей, которые могли бы мне навредить. Эти мысли продолжали меня преследовать, и мне казалось, что я не смогу сделать этот шаг. Я решил поговорить с и коллегами о своем плане. Многие из них удивились и выразили обеспокоенность. Некоторые поддержали меня, отметив, что это смелый шаг, который может действительно помочь преодолеть страхи. Я также получил много советов о том, как вести себя в другой стране, какие обычаи и традиции учитывать. Один из моих коллег, Питер, который был родом из Восточной Европы, дал мне множество полезных рекомендаций. Он рассказал мне о культурных различиях, особенностях общения и того, чего можно ожидать от поездки в Россию. Его поддержка и уверенность в том, что я справлюсь, были для меня большим подспорьем. Я также решил обратиться за профессиональной помощью. Я нашел психолога, специализирующегося на работе с тревожными расстройствами и фобиями. Несколько сеансов терапии помогли мне лучше понять корни моих страхов и научиться техникам, которые могли бы помочь мне справляться с тревогой. Мы вместе обсудили мой план поездки, и психолог поддержала меня в этом решении, отметив, что это может стать важным шагом на пути к выздоровлению. Наконец, я начал готовиться к поездке с практической стороны. Оформил визу, купил билеты и забронировал жилье. Я выбрал небольшую уютную квартиру в центре Санкт-Петербурга, чтобы быть поближе к основным достопримечательностям и иметь возможность легко передвигаться по городу. Каждый день перед отъездом я ощущал смесь страха и возбуждения. Я понимал, что это будет нелегко, но также чувствовал, что это может стать поворотным моментом в моей жизни. Я знал, что столкнусь с множеством вызовов, но был готов их принять ради того, чтобы избавиться от своего страха и научиться жить свободно. Настал день отъезда. Я стоял в аэропорту Хитроу, держа в руках билет на рейс до Санкт-Петербурга. Мое сердце колотилось от волнения и тревоги, но я знал, что этот шаг необходим. Я посмотрел на табло вылетов, еще раз проверил документы и направился к зоне посадки. В голове крутились мысли о том, что ждет меня впереди, но я был готов к этому путешествию, к этому вызову. Я понимал, что этот шаг может изменить всю мою жизнь. Взяв глубокий вдох, я сделал первый шаг к преодолению своих страхов и начал путь, который должен был освободить меня от гнетущей тревоги и дать возможность жить свободно и уверенно. Когда я наконец сел в самолет, летящий в Москву, меня охватило беспокойство. Все мои подготовительные усилия казались ничтожными по сравнению с реальностью. Я действительно направлялся в Россию, страну, которая пугала меня с детства. Взлет был плавным, но волнение не покидало меня на протяжении всего полета. Я пытался отвлечься, читая книги и смотря фильмы, но мысли о предстоящем путешествии не давали мне покоя. Когда самолет начал снижение и в иллюминаторе появились очертания Москвы, мое сердце забилось еще сильнее. Я пытался убедить себя, что все будет в порядке, что страхи в основном надуманы и основаны на стереотипах. Но внутренний голос постоянно напоминал мне о тех страшных историях, которые я слышал в детстве. Приземлившись в московском аэропорту Шереметьево, я почувствовал, как напряжение нарастает. Аэропорт был огромным и полон людей. Повсюду звучала русская речь, и это заставляло меня нервничать еще больше. Я быстро забрал свой багаж и направился к выходу, стараясь не задерживаться в людных местах. Толпа русских казалась мне угрожающей. Каждый человек представлялся потенциальной угрозой. Я старался не встречаться глазами с окружающими, но, несмотря на все усилия, это происходило время от времени. В каждом взгляде мне виделась угроза, каждое движение казалось подозрительным. Я чувствовал себя не в своей тарелке и с трудом сдерживал дрожь в руках. На паспортном контроле я столкнулся с первыми трудностями. Пограничник, мужчина с суровым лицом и проницательным взглядом, внимательно изучал мой паспорт. Его взгляд заставил меня нервничать еще больше. Казалось, что он может в любой момент задать вопрос, на который я не смогу ответить или заподозрить что-то неладное. Я старался сохранять спокойствие, но внутреннее напряжение росло с каждой секундой. Когда я, наконец, прошел паспортный контроль, облегчение было временным. Аэропорт казался лабиринтом, и мне нужно было найти выход и добраться до вокзала. Я следовал за указателями, но все это было новым и непривычным для меня. Язык, культура, атмосфера – все было чужим и пугающим. Добравшись до выхода, я увидел длинную очередь на такси. Мне нужно было добраться до Ленинградского вокзала, чтобы сесть на поезд до Санкт-Петербурга. Я нерешительно подошел к водителю такси и показал ему записку с адресом. Он кивнул и указал на машину, приглашая меня садиться. Я почувствовал, как внутри что-то жалось от страха. Предстояло ехать в машине с незнакомым русским человеком. Поездка до вокзала была напряженной. Я сидел на заднем сиденье, нервно теребя ремень безопасности, и наблюдал за каждым движением водителя в зеркале. Он пытался завести разговор, спрашивая, откуда я приехал и как мне нравится Москва. Я с трудом отвечал на его вопросы, стараясь казаться спокойным, но внутри все бурлило от страха. Когда мы наконец добрались до вокзала, я почувствовал облегчение. Я расплатился с водителем, быстро взял свои вещи и направился внутрь здания. Здесь снова было полно людей, и снова я ощущал нарастающее напряжение. Мне нужно было купить билет на поезд и найти нужную платформу. Очередь к косам была длинной, и ожидание давало мне время подумать о том, насколько я далеко зашел. Казалось, что каждый человек в очереди наблюдает за мной, замечая мою нервозность. Когда подошла моя очередь, я подошел к кассиру и, с трудом сдерживая волнение, попросил билет до Санкт-Петербурга. Женщина за стеклом спросила что-то по-русски, и я не сразу понял, что именно. Меня охватила паника, и я почувствовал, как пот выступает на лбу. Стараясь не показывать своего страха, я снова повторил свой запрос на английском. Она, видимо, поняла и выдала мне билет, указав путь к платформе. С билетом в руках я направился к платформе. Вокзал был огромным, и каждый шаг давался с трудом. Я пытался следовать указателям, но волнение мешало сосредоточиться. Вокруг были толпы людей, каждый со своими делами и заботами, но мне казалось, что все они обращают внимание на меня. Когда я, наконец, нашел свою платформу, поезд уже стоял там. Это был большой, современный состав, и я почувствовал некоторое облегчение в виде его. Я быстро нашел свой вагон и место, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания. Когда я сел в свое купе, внутри что-то щелкнуло, и я почувствовал себя немного безопаснее. Сидя в поезде, я осознал, что прошел через первый этап своего пути. Мне удалось добраться до поезда, несмотря на все страхи и трудности. Я знал, что впереди еще много испытаний, но этот первый шаг был важным и символичным. Я сделал его, и это давало мне надежду, что дальше будет легче. Поезд начал медленно трогаться, и я почувствовал легкое покачивание. Я посмотрел в окно, наблюдая, как московские пейзажи сменяются пригородами. Впереди был Санкт-Петербург, и я понимал, что эта поездка изменит меня навсегда. Я все еще чувствовал страх, но вместе с ним появилось и ощущение решимости. Я был готов встретиться с новыми вызовами и преодолеть свои страхи. Когда поезд тронулся, и я устроился на своем месте, я вдруг осознал, что я не один в купе. Напротив меня сидел мужчина средних лет, выглядевший доброжелательно. Он был одет в удобную одежду для путешествий, джинсы и свитер. У него были короткие темные волосы и добрые глаза, которые сразу привлекли мое внимание. Однако мое первое чувство было тревогой. Я боялся завязать разговор с этим человеком. Мужчина смотрел в окно, но, заметив мой взгляд, повернулся ко мне и улыбнулся. «Здравствуйте», — сказал он на английском с заметным русским акцентом. Его голос был мягким и приветливым, что несколько смягчило мою первоначальную тревогу. Я кивнул в ответ, стараясь изобразить дружелюбие, хотя внутри все еще чувствовал беспокойство. «Меня зовут Алексей», — продолжил он, протягивая руку для рукопожатия. «Как вас зовут?» Я взял его руку и ответил. «Меня зовут Джеймс». Приятно познакомиться. Мое сердце все еще колотилось, но я понимал, что этот разговор может стать первым шагом к преодолению моих страхов. Алексей, казалось, был человеком, который любит общаться. Он начал рассказывать о себе, о том, как часто ездит в Санкт-Петербург по делам и как ему нравится этот город. Он описывал достопримечательности, упоминал любимые места для прогулок и рестораны, которые стоит посетить. Его рассказы были полны энтузиазма, и я начал чувствовать, что он действительно увлечен тем, о чем говорит. Поначалу я просто кивал и слушал, стараясь не выдавать свое волнение. Но постепенно, по мере того, как Алексей продолжал говорить, я начал немного расслабляться. Его манера общения была непринужденной и доброжелательной. Он не давил на меня, не требовал немедленных ответов, просто делился своими впечатлениями. В какой-то момент я почувствовал, что могу попытаться поддержать разговор. «А что вам больше всего нравится в Санкт-Петербурге?» – спросил я, стараясь звучать уверенно. Алексей улыбнулся. «О, это трудный вопрос. Там так много прекрасных мест. Но, наверное, Эрмитаж – это то, что всегда впечатляет. Это не просто музей, это целый мир искусства и истории. Вы были там раньше?» Я покачал головой. «Нет, это будет мой первый визит. Я читал о нем, но никогда не был. Вам точно понравится», – уверенно сказал Алексей. «Это место невероятное. Но не только Эрмитаж стоит внимания. Обязательно прогуляйтесь по Невскому проспекту, посетите Петропавловскую крепость. Город полон истории и красоты». Его слова звучали искренне, и я начал осознавать, что мои прежние страхи и предубеждения постепенно растворяются. Этот человек не выглядел угрожающе. Наоборот, он был добрым и готовым помочь. Я начал задавать ему больше вопросов о городе, о том, что стоит увидеть, где можно поесть. Каждый его ответ помогал мне все больше расслабляться и чувствовать себя комфортнее. Алексей также интересовался моими планами и почему я решил посетить Россию. Я осторожно рассказал ему, что хочу побороть свои страхи и узнать больше о стране и ее людях. Он выслушал меня внимательно и с пониманием, отметив, что это смелое решение, и пожелал мне удачи. Мы продолжали разговаривать на протяжении всего пути. Алексей рассказывал истории из своей жизни, делился забавными случаями и впечатлениями от поездок. Он оказался интересным собеседником с богатым жизненным опытом. Его рассказы помогали мне отвлечься от тревожных мыслей и почувствовать себя более уверенно. По мере нашего общения я все больше убеждался, что мои страхи были иррациональны. Алексей был примером того, что русские люди могут быть доброжелательными, открытыми и готовыми помочь. Этот разговор стал для меня настоящим откровением. Я начал понимать, что мои предрассудки и страхи были результатом недостатка информации и неправильного восприятия. Когда поезд приближался к Санкт-Петербургу, я уже не чувствовал той острой тревоги, которая сопровождала меня в начале путешествия. Вместо этого я чувствовал волнение и предвкушение. Я знал, что впереди меня ждет много нового и интересного, и я был готов к этим встречам. Выйдя из поезда, я попрощался с Алексеем, поблагодарив его за приятное общение и полезные советы. Он пожелал мне удачи и пригласил связаться с ним, если возникнут какие-либо вопросы или понадобится помощь. Этот жест был для меня очень важен. Он показал, что в России можно найти друзей и поддержку. Я стоял на платформе, держа свой багаж и смотрел на величественный вокзал Санкт-Петербурга. Впереди меня ждали новые приключения, и я был готов к ним. Разговор с Алексеем помог мне сделать первый шаг к преодолению моих страхов, и я чувствовал, что этот путь приведет меня к новым открытиям и пониманию. Выйдя из поезда на вокзале Санкт-Петербурга я почувствовал легкое волнение. Этот город, который ранее казался мне чужим и пугающим, теперь манил своими красотами и историей. Я решил не терять времени и сразу отправиться на прогулку, чтобы как можно скорее окунуться в местную культуру и попытаться лучше понять русских людей. Мой путь начался села Невского проспекта, главной артерии Санкт-Петербурга. Эта улица была полна жизни. Магазины, кафе, театры и музеи тянулись вдоль проспекта, а люди спешили по своим делам, прогуливались или просто наслаждались солнечным днем. Я шел по Невскому, стараясь впитать в себя атмосферу города. Архитектура поражала своим великолепием, каждое здание казалось произведением искусства. Первой моей остановкой стал Эрмитаж. Этот знаменитый музей давно был в списке моих обязательных мест для посещения. Подойдя к Зимнему дворцу, я ощутил величие и масштаб этого сооружения. Внутри меня охватило благоговение перед тысячами произведений искусства, хранящихся здесь. Я провел несколько часов, бродя по залам и коридорам, наслаждаясь картинами, скульптурами и историческими артефактами. Эрмитаж был настоящим сокровищем, и я понял, почему Алексей так восторженно рассказывал о нем. После музея я решил продолжить свое путешествие по городу. Прогуливаясь по набережной Невы, я увидел Петропавловскую крепость. Решив посетить это историческое место, я пересек мост и оказался в одном из самых старых и значимых мест города. Крепость впечатляла своими массивными стенами и видами на реку. Я узнал, что здесь находится усыпальница многих русских императоров, и это добавило еще больше значимости этому месту. По дороге я заметил небольшое кафе и решил сделать перерыв. Внутри было уютно и тихо, идеальное место, чтобы немного отдохнуть и перевести дух. За соседним столиком сидела пара, и мы случайно завели разговор. Они оказались местными жителями, Марией и Иваном, которые были рады рассказать мне о своем городе. Мы обсуждали историю Санкт-Петербурга, его достопримечательности и повседневную жизнь. Мария и Иван были дружелюбны и открыты, их рассказы помогли мне лучше понять местную культуру и образ жизни. Продолжая свою прогулку, я направился к Исаакиевскому собору. Его величественный купол был виден издалека, и я не мог пройти мимо. Внутри собора было прохладно и тихо, что создавало атмосферу умиротворения. Я поднялся на колоннаду, откуда открывался потрясающий вид на город. Санкт-Петербург раскинулся передо мной во всей своей красе – каналы, мосты, исторические здания и парки. Этот вид был захватывающим, и я чувствовал, как мое сердце наполняется радостью и восхищением. Следующей остановкой был храм Спаса на Крове. Его яркие купола и декоративные элементы привлекали множество туристов. Я остановился, чтобы рассмотреть детали мозаик и архитектуры, поражаясь красоте и мастерству, вложенному в создание этого храма. Внутри я ощутил спокойствие и духовное вдохновение, которые казались неотъемлемой частью этого места. По мере того, как день подходил к концу, я решил прогуляться по летнему саду. Этот парк был настоящим оазисом в центре города. Дорожки, обсаженные деревьями, фонтаны и статуи, создавали атмосферу покоя и гармонии. Здесь я встретил пожилую женщину, которая кормила птиц. Мы завели разговор, и она рассказала мне о своем детстве, проведенном в этом парке, о том, как изменился город за годы ее жизни. Ее воспоминания и теплота в голосе показали мне еще одну сторону русской души, заботливую и преданную. В завершение дня я отправился на вечернюю прогулку по Дворцовой площади. Небо начало темнеть, и огни города зажглись, создавая волшебную атмосферу. Я смотрел на зимний дворец, освещенный мягким светом, и чувствовал, что это путешествие уже изменило меня. Я встретил множество людей, каждый из которых был доброжелателен и открыт, готов поделиться своей историей и помочь. Каждый шаг, каждая встреча и разговор помогали мне лучше понять русских и их культуру. Я осознал, что мои страхи были основаны на предрассудках и стереотипах, и что настоящие люди, живущие здесь, далеко не такие, какими их рисовали в моем воображении. Этот первый день в Санкт-Петербурге стал для меня началом нового пути, на котором я учился преодолевать свои страхи и открывать для себя мир с новой стороны. Проснувшись на следующий день в уютном отеле Санкт-Петербурга, я чувствовал себя более уверенно и готовым продолжить свое путешествие по этому удивительному городу. Вчерашний день прошел успешно. Я посетил множество достопримечательностей, пообщался с местными жителями и начал понимать, что мои страхи и предубеждения были преувеличены. Сегодня я решил взять экскурсию по городу, чтобы узнать еще больше о его истории и культуре. После завтрака я отправился на сборную точку, где начиналась экскурсия. Группа состояла из туристов со всего мира, и я был рад видеть разнообразие людей, которые, как и я, хотели узнать больше о Санкт-Петербурге. Гидом оказался молодой и энергичный мужчина по имени Сергей, который сразу же привлек внимание своей эрудицией и увлеченностью историей города. В группе был еще один иностранец, с которым я быстро завел разговор. Его звали Ганс, и он был из Германии. Ганс выглядел дружелюбно и открыто, что сразу располагало к себе. Мы начали беседу, обсуждая наши впечатления от Санкт-Петербурга, и вскоре я узнал его удивительную историю. Ганс рассказал, что приехал в Россию полгода назад. Первоначально он, как и я, испытывал сильные предубеждения и страх перед русскими. Он признался, что его восприятие было сформировано негативными стереотипами и новостями, которые он слышал в Германии. «Я ненавидел русских», откровенно признался Ганс, и даже не хотел общаться с ними. Но его путешествие по России стало для него настоящим открытием. Он начал село Москвы, где провел несколько недель, затем отправился в Сибирь, посетил Казань, и вот теперь оказался в Санкт-Петербурге. Ганс рассказывал, что на каждом этапе своего пути он встречал людей, которые разрушали его стереотипы и предубеждения. «Русские оказались совершенно другими», — сказал он. «Они были добрыми, гостеприимными и очень открытыми». Особенно Гансу запомнились его путешествия по малым городам и деревням. Он рассказывал, как его приглашали в дома, угощали традиционными блюдами и делились своими историями. «Я чувствовал, что меня принимают как своего», — говорил он. «Это было удивительное чувство, которое я не ожидал испытать. По мере нашего общения я все больше проникался его историей». Ганс делился своими впечатлениями о местной культуре, о том, как его поразили русские праздники и традиции. Он рассказывал, как участвовал в Масленице, ел блины и катался на санях. «Эти люди живут полной жизнью», — говорил он с восхищением. «Они умеют радоваться простым вещам и ценить моменты». Экскурсия продолжалась, и Сергей, наш гид, увлекательно рассказывал о достопримечательностях Санкт-Петербурга. Мы посетили Казанский собор, где Сергей рассказал о его истории и архитектуре. Затем мы направились к летнему саду, где я уже был вчера, но теперь узнал о нем еще больше интересных фактов. Сергей также привел нас к Петропавловской крепости, где мы узнали о ее значении в истории города и России в целом. В перерывах между рассказами Сергея я продолжал общаться с Гансом. Он поделился со мной своими планами на будущее. Ганс собирался провести еще несколько месяцев в России, изучая язык и погружаясь в местную культуру. Он даже планировал посетить Байкал и Дальний Восток. «Я хочу узнать эту страну как можно лучше», — говорил он. «Здесь столько интересного и необычного». История Ганса оказалась для меня настоящим вдохновением. Я видел, как его предубеждения и страхи уступили место любви и уважению к культуре и людям этой страны. Он показал мне, что путешествия могут изменить восприятие мира и помочь лучше понять других. Его опыт дал мне надежду, что и я смогу преодолеть свои страхи и найти в России нечто ценное и важное для себя. Когда экскурсия подошла к концу, мы с Гансом обменялись контактами и договорились встретиться снова, чтобы продолжить наши беседы. Я был рад, что встретил его, и его история помогла мне почувствовать себя увереннее в своих силах. Следующие дни в Санкт-Петербурге прошли как в тумане, наполненные новыми впечатлениями и открытиями. С каждым днем я чувствовал себя все увереннее и комфортнее в окружении русских людей. Мои страхи постепенно растворялись, уступая место восхищению и уважению культуре и истории этой страны. Каждое утро я начинал с прогулки по улицам города, наслаждаясь его уникальной архитектурой и атмосферой. Я посетил множество достопримечательностей, о которых раньше только читал. Меня поразил и вдохновил Петропавловский собор с его величественной колокольней и потрясающими видами на город. Летний сад с его спокойными аллеями и красивыми статуями стал моим любимым местом для утренних прогулок. Однажды я решил посетить Российскую национальную библиотеку, где провел несколько часов, погруженный в чтение книг о русской истории и культуре. Это место оказалось для меня настоящим сокровищем знаний и помогло лучше понять страну, в которой я находился. Одним из самых запоминающихся дней стала поездка на лодке по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Я увидел город с совершенно новой стороны. Его величественные мосты, набережные и исторические здания, отражающиеся в воде, создавали неповторимую атмосферу. В этой поездке я встретил Анну и Дмитрия, молодых петербуржцев, которые также наслаждались экскурсиями по своему городу. Мы быстро нашли общий язык и начали общаться. Анна и Дмитрий оказались интересными и дружелюбными людьми. Они пригласили меня присоединиться к ним на прогулке по Васильевскому острову. Мы вместе исследовали его узкие улочки, старинные здания и многочисленные кафе. Общение с ними помогло мне почувствовать себя частью этого города и его жизни. Мы разговаривали о разных вещах, о жизни в России и Англии, о наших увлечениях и планах на будущее. С каждым разговором я все больше убеждался, что мои прежние страхи были необоснованы. Со временем Анна и Дмитрий стали моими настоящими друзьями. Они познакомили меня с другими своими знакомыми, и я начал проводить вечера в компаниях русских людей, наслаждаясь их гостеприимством и теплотой. Мы вместе готовили ужины, обсуждали фильмы и книги, делились своими мечтами и историями. Я начал понимать, что люди здесь такие же, как и везде, добрые, открытые и готовые поддержать в трудную минуту. Однажды вечером, когда мы сидели в уютном кафе на Невском проспекте, я рассказал Анне и Дмитрию о своих страхах и предубеждениях, которые я испытывал перед поездкой в Россию. Они выслушали меня с пониманием и сочувствием, поддержав мои усилия по преодолению этих чувств. Этот разговор помог мне окончательно осознать, насколько важными были мои шаги на пути к избавлению от страхов. Вдохновленный своими новыми друзьями и опытом, я решил поделиться своей историей на одном из международных форумов для путешественников. Я написал длинный пост, описав все свои переживания, как меня пугали русские с детства, как я боялся выйти на улицу в Москве и как эта поездка в Санкт-Петербург изменила мое восприятие. Я рассказал о встречах с добрыми и отзывчивыми людьми, о том, как мне удалось завести новых друзей и полюбить местную культуру. Мой пост получил множество откликов. Люди со всего мира делились своими историями и поддерживали меня. Многие рассказывали о своих страхах и предубеждениях, которые они смогли преодолеть благодаря путешествиям и общению с новыми людьми. Это была невероятно вдохновляющая и поддерживающая атмосфера, которая помогла мне окончательно осознать, насколько важно открываться новому и не бояться неизвестного. Продолжая исследовать Санкт-Петербург, я посещал все больше мест, участвовал в различных культурных мероприятиях и фестивалях. Я стал чувствовать себя здесь как дома, наслаждаясь каждым моментом и каждым новым открытием. По мере того, как моя поездка подходила к концу, я понял, что этот опыт навсегда изменил меня. Я больше не боялся русских, а наоборот, начал их уважать и ценить. Я нашел здесь друзей, которые стали для меня настоящей поддержкой и источником вдохновения. Я понял, что страхи и предубеждения можно преодолеть, если открыть свое сердце и ум для новых впечатлений и людей. Когда настало время возвращаться домой, я почувствовал смешанные чувства. С одной стороны, я радовался возвращению в Англию к своей семье и друзьям. С другой стороны, я грустил, покидая город, который стал для меня таким важным и значимым. Но я знал, что этот опыт останется со мной навсегда и что я обязательно вернусь в Россию, чтобы продолжить свои приключения и встречи с новыми друзьями. Эта поездка научила меня, что мир намного больше и разнообразнее, чем мы можем представить, и что страхи часто являются всего лишь тенью нашего незнания. Открываясь новому и преодолевая свои предубеждения, мы можем найти не только новые места и культуры, но и себя.